Ай да Пушкин, может же писать смешно и интересно. Взять, к примеру, золотую рыбку, которую старушенция на подсолнечном масле чуть не зажарила, ну или Евгения Онегин, которого отшила Танька. Но эта капитанская дочка, ну просто жесть. Тут придется вспотеть 7 раз, чтобы качественно пересказать всю эту петрушку. Здрасьте, сегодня с вами я, ваш виртуальный учитель литры и очередной разбор классики за восьмой класс. Береги честь смолоду. Если слышали эту фразу хоть раз, то сейчас узнаете, кто и при каких обстоятельствах ее произнес. Также нас ожидает и жесткач, как в фильме пила. Так что не переключайтесь. Погнали. Тягучая и приторная, как повидло произведение Пушкина «Капитанская дочка» вытерпят только хронические пушкинисты. Признаюсь честно, читать его сложно. Может быть потому, что написано оно от первого лица и кажется нескончаемым письмом на деревню дедушки. Но я это поправлю. Короче, жил-был Петька Гринев, сын военного. Его папаша спал и видел, как сынишка бодрая пойдет по его стопам, начнет махать шашкой и наденет зеленый мундирчик и будет верно служить царю и отечеству. Петька нисколько не сопротивлялся и ждал, пока ему стукнет 17 лет, чтобы переехать в Питер и в белых лосинах чеканить по мостовой. Петрушка рос, играл со своим нянькой Савевичем и учился наукам у алкаша-француза, который часто являлся на уроке во фрамбуазном состоянии с устойчивым запахом перегара, за что был с позором уволен. И вот к Петру пошел 17-й годок. Маменька наварила ему варенье в дорогу, а папа принялся писать письмо другу военачальнику. Только оказалось, что Петька ни в какой Питер не поедет, а поедет в гостеприимную глушь, город Оренбург. Важно отметить, что Оренбург на момент истории был только что основан. Городу 30 лет, стоит среди леса, а из достопримечательностей в нем только одна чугунная пушка, пара деревянных струбов, ватага-кур и будка офиса Билайн. Все. Петька Горенев попытался сопротивляться, но у папаши вместо нервов была композитная арматура. Поэтому повлиять на него мог только господь бог или серная кислота. Рыдающая без остановки мамаша Петьку перекрестила. Папенька сказал свою коронную фразу «Береги платье, снова очисть молоду» и отправился наш вояка служить. По пути юноша выучился всему самому важному. Играть в бильярд на деньги, хлестать винишко и щипать трактирщиц за выпуклости. И без того Седой Савельич стал еще белее, когда узнал, что барин прокутил 100 рублей. Это примерно 200 тысяч рублей в наше время. Но долг Петька отдал и даже не помолчился. Потом наши путешественники попали в метель. Из снежной бури повозку вывел бородатый подвыпивший бродяга, за что Петька подарил ему свой заячий тулуп. Это важная деталь, запоминайте. Доехали наконец до своего гарнизона. Белгородской крепости, которая располагалась чуть подальше от города Оренбурга. В километрах так в сорока. Это важно, потому что они потом туда-сюда таскаться будут, как Винни-Пух к кролику и обратно. Встретили Петра хорошо. Каравай печь не стали, но комнату выделили без тараканов. На другой день юноша стал знакомиться с местными. Одним из таких оказался молодой повеса Швабрин, которого сослали в глухомань за страстную любовь колоть шпагами кого ни попадя. Обедая у своего начальника, капитана Ивана Кузьмича, Петька видит капитанскую дочку Машеньку. Красивую, как метеорологическая станция. Вся в кудэашках, читает французскую билетристику, а от звука перфоратора падает в обморок. Единственный ее недостаток – приданного нет. Нищебродка, нищебродка в общем. Петя в Машу, конечно, влюбился, потому что из девушек в гарнизоне есть только она и крестьянка Палашка. А любить в 17 лет ну очень охота. И начинается у него первая стадия любовной лихорадки, а именно написание стихов. Если по чесноку, сочиняет он паршиво. Чтоб протестить степень паршивости, юный поэт зачитывает их Швабрину. Профессиональный хейтер Швабрин надулся и сказал стихи не краше навозной кучи. А потом стал хейтить и саму Машу, и ее родителей. Петька вскипел и забил стрелку на батл. Первая дуэль у них сорвалась, а вот вторая состоялась. Швабрин посадил Петьку на пирог, как бабочка на спицу. Пять дней мальчишка валялся в искусственной коме. Потом очнулся и стал Маше предложение делать, потому что кровь от мозга привела к более важным дырявым на тот момент органам. Мария была не против, потому что из парней в гарнизоне был только кривой поручик Игнатич, дурак Швабрин, который сам исхватывал ее в прошлом году, и еще парочка лохов. Папаша Петькин все узнал и прислал письмо о том, что на полгода лишает сына сладкого и никакой Sony PlayStation 4 Pro не купит. А что касается девицы Маши, то знать он ничего не хочет и хату переписывать ни на кого не собирается. Петька пылко плачет в подушку. И так бы и продолжал, если б не сообщили, что на крепость идет банда и намечается нехилый замес. Дальше, ребята, будет такой треш, что слабонервным рекомендую приготовиться. На Оренбург попер Евельян Пугачев со своей армией, которая состояла преимущественно из казаков, беглых каторжников и всякого сброда с низкой социальной ответственностью. Если вы не помните, кто такой Пугачев, напомню, это бородатый казак, отбитый на всю башню, который взял царский ник Петр III, под этим аватаром хотел присесть на трон и жить в белокаменных коттеджах на Рублево-Успенском шоссе. И вот он уже ограбил и сжег парочку крепостей и подступает к нашей. Машу быстро отправляют к крестной тетке. Пугачев никого не щадит. Матушку Маши, капитаншу Василису Егоровну зарубил саблей. Потом всех перевешал, кого смог. И капитана, папеньку Маши, и кривого поручика, и уже было Петьку вешать собрался. Но за юношу заступился старый Савелич. Сказал Пугачеву, что за мальчишку могут дать выкуп золотом, только не трогайте. Пугачев взглянул на Петьку, а Петька на Пугачева. И оказалось, оказалось-то бородатый дядька никто иной, как тот алкаш, которому был подарен заячий тулуп. Емельян, похоже, узнал мальчишку и вешать его не стал. Скотина Швабрин тут же переметнулся в врага и стал стрелять и грабить вместе с Пугачевскими. Петька кабанчиком метнулся проверять, жива ли Маша, которая спряталась у тетки. Оказалось, что жива, но в доме вовсю пирует банда разбойников. Потом Пугачев назначил начальником крепости паршивца Швабрина, который распустил свой павлиний хвост и склонял Машу к сожительству. Маша на всякий случай объявила, что болеет, а дверь подперла трехстворчатым шкафом. Петька был занят освобождением Оренбурга. Изгорской солдат периодически поливал казаков порохом. Маша прислала письмо, что Швабрин дал ей сроку три дня, а потом он жениться начнет. Плачет, даже бумагу кое-где слезами прожгла. Петька как ужаленный, рвется Машу спасать, но секьюрити Пугачева его хватают. Пугачев опять его узнал, шутит, угощает всякими всячествами. Петька тоже шутит и делает вид, что отправил Пугачеву заявку в друзья. Но на самом деле перед разбойником лебезить не намерен. Но, пользуясь случаем, нажаловался ему на Швабрина. И Пугачев решает надрать обидчику уши. Оба идут в горницу к Маше, спускают с лестницы подонка Швабрина. Швабрин падает лицом в пол, а Маша в объятия Пети. Пугачев рад ей своему единственному за два года благородному поступку и отпускает влюбленную парочку на все четыре стороны. Маша, Савельич, Палашка и Петя едут домой к родителям. Но это еще не все. По пути Петька остается в городе Симбирске, потому что беспредел продолжается, а он на минуточку военный, и надо бы отечество защитить. Остальные доехали нормально, сидят, чай пьют. Но тут пришла телеграмма, что Петьку арестовали и ссылают в Сибирь за то, что он с разбойником Пугачевым в фейсбуке дружит. Петька на суде никак не мог отдуться. Мычал только и кивал иногда, потому что доказать невиновность довольно хардова. В гостях у разбойника был? Был. Мед пиво пил? Пил. А то, что Петька не предатель и рвал лосины за родной Оренбург, это сори. Очень жаль. Надели на него красивые кандалы с цепочкой и отправили этапом в Магадан. Маша снова плачет и едет в Петербург к самой королеве Екатерине второй. Хочет ей про Петьку хорошее рассказать, набрать тысячу лайков и устроить флешмоб в поддержку невиновного. Бежит Маша по Петербургу и видит красивый полисадник, в котором старушка гуляет с собачкой породы корги. Маша решила с этой старушки начать лайки собирать и все ей рассказала. Старушка утерла слезу шелковым платочком, поправила на груди золотого двухглавого орла и сообщила, что она и есть королева Екатерина. А ты, девочка, бедная девочка, не плачь, пожалуйста, а то моя собачка уже мокрая вся, как губка Боб. Петьку из Сибири отпустили. Даже денег на чартерный рейс дали. А императрица Екатерина Маше приданное выделила, как пострадавшей от пугачевского восстания. А разбойника Пугачева поймали и казнили на Красной площади. Вот кто-то из воскажет, а может зря его наказали? Может он правда был царь Петр Третий? Загляните в википедию, двоечники. Императрица Екатерина была замужем за Петром Третьим и лично отпевала его в церкви при святых угодниках. И надо же было Пугачеву так зашквариться и предполагать, что она его не узнает и бросится на шею с криками «Петенька мой, воскресе!». Конечно, Екатерина знала, что Емельян никакой не царь. Поэтому его и казнили за мракобесие и джаз. Пушкин очень долго гуглил инфу про Емельяна Пугачева и прекрасно знал, что тот был реальный упырь. Но в этом романе показана другая сторона разбойника, его человечность вроде как. Вот не подарил бы Петька тот заячий тулуп, не проявил бы доброту к левому проходимцу, то болтался бы на виселице еще в середине повествования, а Пугачев добро запомнил и добром отплатил. Наверное, это и есть главная мысль, но это не точно. И еще о названии. Почему роман называется именно «Капитанская дочка»? Ведь Маша тут второй главный персонаж и никак не первый. По одной из версий царская цензура могла запретить публикацию романа, если в названии мелькнул бы намек на пугачевское событие, обвинив писателя в симпатиях, к бунтовщику. Поэтому хитрый Пушкин решил добавить романтизма. Все равно рецензенты дочитали произведение только до половины и не догадывались, чего там понаписано. Если вы мужественно одолели романы, вам есть что сказать, смелее высказывайтесь в комментариях. Если вы живете в Оренбурге, напишите как там. Многое изменилось с 1775 года, дух Пугачева не беспокоит. А на сегодня наш урок окончен. Изучайте литературу. Любите Литру.